Всем привет! Добро пожаловать на видеокурсе по Twitter Bootstrap 4. И сегодня у нас третье занятие, это компоненты Twitter Bootstrap 4. С вами Илья Краевский, фронт-энд-девелопер, более чем с двумя годами стажа, более 10 тысяч часов работы с кодом, основатель и директор компании по разработке сайтов, автор образовательных программ, предприниматель и блогер. После урока обязательно посещайте главный сайт ITVDN.com, где вы можете еще посмотреть видеокурсы, а также проверяйте свои знания на testprovider.com. Приступим к нашим компонентам. И сегодня мы с вами пройдемся по такому плану. Оповещения, значки, хлебные крошки, карточки посмотрим, кнопки, группы кнопок, выпадающие списки, пагинацию формы, input группы, навигацию, навбары, подсказки, прогресс-бары, скроллинг и поработаем с адаптивным видео. Давайте начнем с оповещения. Перейду в код, раскомментирую наше одно оповещение, обновлю страницу и вот как оно выглядит. То есть мы сюда помещаем любой контент и оповещаем о чем-либо. Чтобы его создать, нам нужно создать блок, ему добавить класс alert. Это будет наше оповещение. И вторым классом мы присваиваем ему цвет. То есть в данной ситуации он у нас primary. Он у нас вот такой вот синий. Цветов есть очень много. Вот, к примеру, с помощью цветов мы полностью можем менять заливку нашего алерта. Сохраним, обновим. И вот что получилось. Разные цвета. Также иногда есть надобность выделить какую-то ссылку. В алертах она будет выделяться автоматически черным светом. Чтобы выделить нужную ссылку, добавить тег A с классом alert.link. И поместим наш контент в нее. Обновлю. И вот так вот выглядит наша ссылка. Сейчас поработаю с контентом внутри алерта. Я в оповещение чего-то создам тег A4. Сюда его помещу. Создам какой-то параграф произвольный, в котором будет lorem. На 20 я добавлю разделительную линию HR. И добавлю какую-то подпись. Опять же, этот будет наш lorem. На 3 символа. Сохранил, обновлю. И вот у нас получилось вот такое вот всплывающее окно. Также можно добавить кнопку, которая будет закрывать данное окно. Для того, чтобы добавить кнопку, мы в нашем алерте добавим button кнопку. Передадим ей type button. Также мы укажем атрибут ей data dismiss alert. И внутрь я помещу span, который будет у нас крестиком. Я его передам с помощью html5. Сохраню. Перейдем в браузер. Обновлю. И вот у нас появилось наше окно. При нажатии на которую у нас закрывается наше всплывающее окно. Также можно добавить ему анимацию, чтобы она закрывалась более плавно. Для того, чтобы добавить анимацию закрытия, нам нужно добавить класс fade. Мы говорим, что это будет плавное затухание. Но если я обновлю, мы ничего не увидим, так как оно у нас уже спрятано стандартно. Для этого мы добавляем еще один класс show, показать. Теперь, когда мы обновим, вот оно у нас в наличии. При нажатии оно у нас плавно закрывается. Также предусмотрены стандартные настройки, стандартные стили для нашей кнопки закрывания, которая закрывает. Для этого нам нужно в button добавить класс close. И она у нас помещается. Как правило, в таких больших блоках не ставятся кнопки. Но если мы эту кнопку переместим в блок поменьше, к примеру, в нижний, то у нас эта кнопка размещена справа. При нажатии оно закрывается. Сейчас рассмотрим значки. Перейду в наш код, закомментирую его и открою следующую главу. Сохраним, обновим. И вот у нас есть вот такие вот значки. Для разного использования. Может быть что-то подчеркнуть, может быть что-то подсказать, может быть что-то оформить. Как это сделать? Мы добавляем просто в текст, либо куда-то другое, место, куда нам нужно, спан с классом баджи и с классом его стиля, то есть заливкой, баджи, праймари. И вставляем сюда необходимый нам контент. Вот как я вот здесь передал. Вот оно находится. Можно, к примеру, с помощью таких баджи использовать уведомления. К примеру, если мы создадим кнопку, сделаем ее кнопкой. Добавим класс Button. Добавим класс ButtonPrimary. И вовнутрь мы поместим этот же спан после нашего текста. Спан, я скопирую, это будет быстрее. Вот, и добавим сюда какой-то текст. У нас получится вот такое вот уведомление. Если мы подберем правильно текст, сейчас я дальше покажу, какие они есть. Вот, и у нас получилось вот такое вот уведомление. Цветов этих праймари может быть тоже много. Вот я раскомментирую. Сохраню. И вот наши праймари. Вот такого вот они все цвета. Они такие широкие, потому что по стандарту у них высота сразу на 100%. Если я закомментирую нашу кнопку, то они будут под наш шрифт. Так же мы можем добавить этим баджи скругленные углы. Для этого нам нужно добавить класс баджи пил. Я первым троим ставлю класс баджи пил. Вот. И у нас теперь вот такие вот они скругленные углами. С помощью этих значков мы можем выделять как-то наши ссылки. Для этого мы span меняем на a на тег a на ссылку и добавляем ему атрибут шрифт. Вот обновим. И это у нас теперь уже ссылки. Сейчас рассмотрим хлебные крошки. Перейду в наш код. Я закомментирую все, что мы сделали. И раскомментирую следующий блок. Вот как выглядят хлебные крошки. Хлебные крошки нужны особенно тем людям, которые раскручивают свой сайт. Чтобы вывести его в топ. Так как поисковые системы сильно обращают внимание на то, есть ли хлебные крошки. Чтобы их создать, чтобы их создать мы родительскому элементу добавляем класс breadcrumb и дочерным элементом мы добавляем класс breadcrumb item. Последнему элементу мы добавляем класс active для того, чтобы он у нас поменял цвет. Так как последний элемент как правило ссылкой не является. И вот такие вот у нас хлебные крошки. Хлебные крошки могут быть не обязательно элементами списка. Их также можно сделать с помощью обычных блоков. Но как правило такие элементы делаются элементами списка. Так как это повторяющиеся элементы. Сохраню, обновлю. И вот у нас структура не поменялась. Но код немного другой. Сейчас рассмотрим карточки. перейду, закомментирую, спущусь ниже. Вот. И раскомментирую нашу карточку. И вот как они выглядят. Наши карточки. То есть это какая-то превью новости. Может быть это какая-то продажная предложение продажная. Это может быть цитатой. Либо любым другим элементом, которым нам нужно выделить в таком стиле. С чего оно состоит? Это должен быть наш родительский элемент с классом карт. И уже любая внутренность, которую мы туда добавим. Мы указываем ей размер. Я создал ширину на 4 колонки, но мы можем указать здесь любую. К примеру, мы укажем 3. И у нас она уже будет меньше. Также ей можно отдельно давать какую-то ширину. К примеру, мы дадим 300 пикселей. Я поставлю колл 12. И если мы сохраним, у нас карточка это будет 300 пикселей. Я верну пока назад. В карточке не обязательно должна быть вот такая структура. в карточке может быть просто текст. Любой написанный. Я создам еще один блок шириной на 3 колонки и вставлю сюда какой-то текст. Удалю весь контент и оставлю текст. Вот. И теперь у нас просто здесь выделен текст. Давайте я задам его в параграф. и помещу его в блок CardBuddy для того, чтобы у нас работали наши отступы. Немного поравняю. Сохраним. Вот. И у нас появилась вот такая вот карточка. Также в карточке вместо фотографии может быть просто название самой карточки без фотографии. Я опять скопирую верхнюю карточку. вот. И вместо этой картинки мы вставим сюда блок CardHeader. Который переместим наш заголовок H5. Обновим. И вот у нас есть вот такой вот заголовок. Тип такого заголовка хорошо какие-то примечания либо цитаты либо какой-то призыв к действию. К примеру давайте рассмотрим цитату. Я создам еще одну колонку. Только уже она не будет на 3 она будет на 5 шире. Я уберу картинку. Я вставлю сюда наш хедер. и напишу здесь цитата. Также я изменю наш CardBuddy. Я добавлю сюда цитату. Мы уже с вами ее выучили. Вот. В нее помещу наш весь текст. Я создам какой-то футер для этой цитаты. В данный футер мы поместим описание и курсивом добавим сюда автора. Я уберу имя нашей карточки. Оно уже не нужно. И уберу наш карт текст. Сохраним. Обновим. Вот. И у нас вот такая цитата получилась. Сейчас давайте добавлю футер. Вот. Я скопирую карточку, у которой есть хедер. футер. добавлю ей футер. Футер, подвал. Сохраним. футер. Теперь у нас у карточки есть вот такой футер. С самого начала мы добавляли к баде нашему фонд сайз. Я его сейчас уберу и поставлю 14, потому что чтобы у нас текст не был таким большим и нам больше контента было видно. Вот. Сейчас с помощью класса давайте выровняем наш текст. К примеру, цитата у нас будет text write то есть у нас текст будет справа и последняя карточка у нас текст будет по центру. Вот. Теперь у нас текст справа а здесь текст по центру. это с помощью класса мы можем также добавлять выравнивание текста. Давайте справа вот тут создадим еще одну карточку там где картинка у нас будет снизу а текст будет сверху. Я скопирую самую первую карточку и вставим ее перед цитатой. Вот. Для этого мы меняем картинку с нашим баде местами и прописываем меняем класс картинки карт image bottom сохраним обновлю вот и у нас картинка теперь снизу. Есть еще который стоит внимания у которого картинка заливается на весь задний фон нашей карточки. давайте я изменю вот второй вторую карточку я изменю и сделаю таким типом. Для этого я сюда скопирую вот этот вот контент. Убираем класс с картинки топ либо bottom оставляем карт image и к диву вместо карт body мы прописываем класс карт image overlay. сохраним я сразу же поменяю картинки у нас там их пару штук вот чтобы разнообразить как-то все сохраним перейдем обновим вот и у нас теперь картинка на весь задний фон давайте удалим кнопку она там является лишней вот и у нас теперь вот такой вот текст и я к нашему родительскому элементу еще добавлю класс text y прошу прощения класс неправильно написали вот text white теперь нам видно лучше сейчас я изменю ширину нашей цитаты и мы рассмотрим как менять заливку на карточке с помощью класса я создам еще дополнительно четыре карточки и первой карточке я задам background primary и задам тексту чтобы он был белый чтобы он не сливался у нас второму классу я задам background danger текст белый будет три мете я задам background success текст тоже белый будет и четвертому я задам background warning сохраняем обновим и вот у нас еще появились вот такие вот карточки разных background также мы можем менять им бордеры то есть у нас карточка будет любым цветом так же самое мы можем менять бордер любым цветом с помощью класса ну а продолжение урока смотрите по ссылке на экране или в описании к этому видео специально для вас мы подготовили приятный бонус воспользуйтесь промокодом который видите на экране и получите скидку 15 процентов на все курсы ITVDN видео 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 Продолжение следует...